Книга притчей Соломоновых Храни здравомысли и рассудительность, и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Когда ляжешь спать, не будешь бояться, и когда уснешь, сон твой приятен будет. Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет, потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления. Книга пророка Языкиила, глава сороковая, стихи с третьего по десятый. В видениях Божьих привел он меня в землю Израилеву и поставил меня на весьма высокой горе, и на ней с южной стороны были как бы городские здания, и привел меня туда. И вот муж, которого вид, как бы вид блестящей меди, и льняная верфь в руке его, и трость измерения, и стоял он у ворот. И сказал мне этот муж, сын человеческий, смотри глазами твоими и слушай ушами твоими, и прилагай сердце твое ко всему, что я буду показывать тебе, ибо ты для того и приведен сюда, чтоб я показал тебе это. Все, что увидишь, возвести дому Израилеву. И вот вне храма стена со всех сторон его, и в руке того мужа трость измерения, шесть локтей, считая каждый локоть в локоть с ладонью. И намерил он в этом здании одну трость толщины и одну трость вышины. Потом пошел к воротам, обращенным лицом к востоку, и взошел по ступеням их, и нашел меры в одном пороге ворот, одну трость ширины, и в другом пороге одну трость ширины, и в каждой боковой комнате одна трость длины и одна трость ширины. А между комнатами пять локтей, и в пороге ворот у притвора ворот внутри одна же трость. И смерил он в притворе ворот внутри одну трость, а в притворе у ворот намерил восемь локтей и два локтя в столбах. Этот притвор у ворот со стороны храма. Боковых комнат у восточных ворот три с одной стороны и три с другой. Одна мера во всех трех, и одна мера в столбах с той и другой стороны. Первое соборное послание святого апостола Петра. Глава вторая. Стихи с первого по десятый. Итак, отложив всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. «Приступай к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Ибо сказано в Писании, «Вот я, полагаю, все не камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. И так он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень притыкания и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряя слову, на что они и оставлены. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. «Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные». Евангелие от Матфея, глава 16, стихи с 13 по 19. Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня, сына человеческого?» Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Еремию или за одного из пророков. Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же, Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что ни плоти и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на семь камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешись на земле, то будет разрешено на небесах». Святой Афанасий Великой. Послание к Максиму Философу. Прочитав писанное тобою ныне, похвалил я благоговение твое, и крайне подивившись безрассудству неразумеющих ни того, о чем говорят, ни о том, что утверждают, действительно решался хранить молчание, ибо отвечать о том, что так явно и святозарнее самого света, не иное, что значит, как людям беззаконным подавать повод к бесстыдству. Так научены мы и Спасителем, ибо Пилату, после того, как умыл он руки и дал место клевете тогдашних иудеев, Господь не ответствовал более, вразумлял же паче жену его, чтобы не по слову, но по явлению силы уверовали, что судимый есть Бог. Не ответствуя также и на суисловие Киафы, обетованием своим Господь приводил всех к ведению. Так и я долго медля, и смотря на словопрение бесстыдных людей, едва подвигнут был твоим ревнованием поистине, и не сказал ничего сверхнаписанного тобою, чтобы противник, убедившись тем самым, что оспаривал, удержал, наконец, язык свой от зла и уста свои от коварных слов. И если бы подобные люди не хулили более пригвожденного к древу, говоря с мимоходившими тогда иудеями, «Если Сын есть Божий, спаси себя». Если же и в этом случае не устыдятся они, то постыдись ты, помня апостольскую заповедь. Еретика после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден. Ибо если отваживающиеся на это или суть язычники, или иудействуют, то пусть крест Христов, как иудеи, почитают они соблазном, а как язычники – безумием. Но если выдают себя за христиан, то пусть знают, что распятый Христос есть Господь славы, что Он – Божия сила и Божия премудрость. А если сомневаются в том, что Он – Бог, то да постыдятся Фомы, который осизал распятого и именует Его Господом и Богом. Да убоятся самого Господа, который по умовении ног ученикам говорит, «Вы называете Меня Учителем и Господом». И правильно говорите, ибо Я – точно то. Но в том же теле, в котором умывал ноги, и грехи наши Сам вознес на дерево. Засвидетельствовано также, что Он – владыка тварей, потому что солнце удержало лучи, земля потряслась, камни распались, и сами распинатели сознались, что распятый воистину Божий Сын. И видимое тело было телом не человека, но Бога. В этом теле, когда и распят был, воскрешал Он мертвых. Посему нехороша эта дерзкая их мысль, будто бы Слово Божие было к некоему святому человеку. А так было оно в каждом из пророков и иных святых. Да будет подвергнута и та мысль, что Слово каждый раз рождается и потом умирает. А Господи не так должно разуметь, да не будет всего. Напротив же того. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха. Слово стало плотью, и от Марии Девы произошел человек по нашему подобью, как и иудеям сказал Господь. Ищите убить меня, человека, сказавшего истину. И мы обожаемся, не причащаясь тела какого-либо человека, но приемля тело самого Слова. Подивился я и тому, как дерзнули они даже подумать только, будто бы Слово соделалось человеком по естественному порядку. Если бы так было, то напрасно была бы чтима память Марии. Естество не знает Девы, рождающей без мужа. Посему-то Он – истинный Бог. И по естеству Отчье Слово и Отчая Премудрость. По благоволению Отца соделался человеком телесно ради нашего спасения, чтобы Ему, имея что принести за нас, спасти всех нас, которые от страха смерти через всю жизнь подвержены рабству. Никакой-либо человек предал себя за нас, потому что всякий человек повинен смерти, по сказанному в лице Адама всем, прах ты и в прах возвратишься. И ни другая какая-либо из тварей предала себя, потому что всякая тварь предполагается изменяемою. Но само Слово принесло за нас собственное свое тело, чтобы не в человека была вера и не на человека упование, но чтобы иметь нам веру в самого Бога, Слово. И действительно, когда соделался Он и человеком, видим славу Его, славу, как единородного от Отца, полное благодати и истины. Ибо что претерпел Он в теле, все то возвеличил, как Бог. Плотию алкал, Божеский же питал алчущих. И если кто соблазняется телесными действиями, то да утвердится тем, в чем действует Бог. По человечеству вопрошает Он, где лежит Лазарь? Божеский же воскрешает его. Посему никто да не посмевается, называя Его отроком, указывая на возрастание с годами, на то, что ел, пил, страдал, чтобы, отрицая свойственное телу, не отринуть совершенно пришествие Его ради нас. И как не в естественном порядке соделался Он человеком, так, прияв на себя тело, следовало Ему показать свойственное телу, чтобы не превозмогло мечтание манихейское. А также, действуя телесно, следовало Ему не скрывать свойственного божеству, чтобы сам Осадской не имел повода называть Его человеком, и при том иным от Бога Слова. Выразумев это, да знает неверный, что хотя был Он младенцем в яслях, однако же покорствовали Ему волхвы, от которых приял поклонение, и хотя отроком пришел в Египет, однако же соделал бездейственными рукотворных идолов и распинаемый плотью воскресил мертвецов с давнего времени сотлевших. Всем же показал, что Он претерпел все не ради себя, но ради нас, чтобы мы, страданиями Его, облегшись в бесстрастие и нетлении, пребывали в вечной жизни. И это изложил я тебе кратко, заимствовав, как и прежде сказал, из написанного тобою, и ничего не прибавив от себя, я только напомянув о Божественном Кресте, чтобы презрители, вразумившись тем самым, что соблазняло их, поклонились распятому. Ты же откровенно убеждай неверных. Может быть, что каким-либо способом и придут они от неведения в познание, и право уверуют. И хотя достаточно и одного написанного тобою, однако же не худо присовокупить и это ради напоминания любопрительным, не с тем, чтобы устыдились они, как обличаемые в дерзости, но чтобы, как получившие напоминания, не забывали истины. Да будет во всей силе, исповеданное отцами в Никее, ибо сие правомысленно, и сего достаточно к низложению всякой нечестивой ереси, особливо же орианской, которая хулит Слово Божие, а вследствие сего, по необходимости, нечествует и против Духа Его Святаго. Приветствуй всех правомудрствующих, и тебя приветствуют все, сущие с нами. Субтитры создавал DimaTorzok